Заходим в цех, слышим молитвы монахини, запах сладкой выпечки. Работа на кухне кипит, причем у каждого она своя. Кто-то замешивает тесто, кто-то формирует сырые куличи, кто-то выпекает. С 7 часов, наверное, матушка Елена поставила тесто. А пара, дрожжевое, все как обычно, оно же требует времени, требует рук, требует человеческого тепла и такого тепла, как вы видите. Когда тесто уже готово, тогда собираются матушки, которые непосредственно делают пасочки. Вот видите, у нас все разделено. Есть матушки, которые по весу четко определяют. Это для того, чтобы они были все красивые и одинаковые. Сестры и прихожане монастыря раскрыли свои секреты выпекания пасхального символа и разрешили нам попробовать приготовить свой праздничный кулич. Для того, чтобы испечь пасху, сначала нужно заметить тесто. Затем оно должно настояться в течение 40 минут или 2 часов, в зависимости от температуры в помещении. Затем мы формируем пасху, при этом постоянно звучат молитвы. Классическая церковная пасха состоит из муки, яиц, сахара, цукатов, а также молитвы. В пасхе здесь готовят весом 100, 200, 300 и 500 граммов из натуральных продуктов. Ингредиенты из года в год закупают у проверенных поставщиков. С пылу, с жару их отправляют в другое помещение монастыря, расположенное рядом с кухней. Красавицы с тестом, там целый склад. Здесь же их и украшают белковой глазурью. Здесь белки домашних яиц, здесь есть сахарная пудра, немного лимонного сока, ванилин. Это сразу все взбивается в крутую пену, взбиваются белки и сахарная пудра, и добавляются все эти ингредиенты. А потом ставится непосредственно, видите, оно в таком, потому что оно становится густым-густым, оно в жидком состоянии, поэтому оно на водяную баню. Специальные печи регулируют температуру воды в таре. Затем глазурь необходимой консистенции наносится на едва теплый кулич. Мы тоже решили присоединиться к процессу декорирования пасок. Готовую выпечку складывают в ящики, а затем продают или раздают малообеспеченным горожанам и тем, у кого нет возможности прийти в монастырь. Наполнять пасхальную корзину следует не только такими пышными куличами, но и другими символами воскресения Христова. Непременным атрибутом пасхальной корзины являются кулич и крашенки, пасхальные яйца. Конечно же и мясные изделия, потому что по окончании пасхального ночного богослужения священник на амбоне читает молитву на благословение мясных изделий. Если вы планируете не печь пасху, а покупать, их уже вовсю продают в магазинах и на рынках. Куличей великое множество, так что каждый сможет найти что-то, исходя из своих предпочтений. Цены зависят от начинки и размера. 55 с ангелочками, с цветочками, 25, 350 граммовые. 13, 100 граммовые, 200 граммовые, 25, 300 грамм, у нас идет 32, полкило 55 гривен. От 10 до 200 гривен на любой вкус и цвет. Второй обязательный символ святого праздника – яйца, которые вскоре станут яркими крашенками и писанками. Их стоимость колеблется от 19 до 27 гривен.